В минувшие выходные в Канаковском районе области прошел первый в этом году крупномасштабный рейд в рамках ежегодной профилактической операции «Снегоход». Перед выходом на лёд обязательный инструктаж. В нём участвуют сотрудники инспекции гостехнадзора Кимрского, Калязинского, Калининского, Кашинского и Канаковского районов области. Представители главного управления гостехнадзора, сотрудники ГИБДД, участковые и полномоченные полиции, представители рыбинспекции, инспекции по охране природы и охотопользования, сотрудники комплекса отдыха «Завидова». По маршрутам. Участники рейда работают одновременно по нескольким маршрутам в акватории рек Волги и Шоши. От комплекса отдыха «Завидова» до деревни Старо-Мелкого. Излюбленном месте зимней рыбалки жителей и гостей региона. В Катерской области зарегистрировано более 4 тысяч внедорожных мототранспортных средств. И отличием данной техники от других самоходных машин является то, что преимущественно она используется вне дорог общего пользования. В акваториях водоёмов, лесных массивах. Но в то же время следует понимать, что для эксплуатации таких машин существуют определённые требования. Одно из необходимых требований нарушил владелец первого же проверенного в рейде снегохода. Документов на внедорожную технику у мужчины не оказалось. Проспал, выскочил и забыл. Ну знаете, какие документы необходимы на снегоход? Они у меня есть, все полностью и права все есть. Человек пришлёт данные по снегоходу, данные о прохождении технического осмотра. Ну, этому снегоходу я лично проводил технический осмотр осенью. Осенью, значит, поэтому человека я визуально тоже помню. Но, тем не менее, документы должны быть с собой. Документы нужно не забывать. Сверяем номера заводских агрегатов, значит, ну и составляем административный материал. За то, что на месте, без документов, да? Без документов. Поскольку человек за данное нарушение попался первый раз, выносим ему предупреждение. Но на будущее, соответственно, уже будет административное наказание штраф. Остановка у второго снегохода и вновь нарушение. Сейчас мы проведём проверку техники на розыск, на угон. Значит, техника не зарегистрирована. Документы, подтверждающие право собственности, отсутствуют. То есть фактически никаких документов нет? Вообще никаких документов нет. Этот снегоход достался Алексею по наследству. Он не знал, что нужно оформлять документы и регистрировать технику. Скажите, а вы не знали, да, что надо регистрировать? Да, я купил его. Я разгорный, думал, его так же, как мотособак. Вы давно купили этот? Нет, месяц назад. И надо бы, скажите, в какой период надо регистрировать? С момента передачи техники в течение 10 суток техника подлежит регистрации. Она мне досталась по наследству. По наследству, да, и то, что надо. Надо просить техосмотры, документы, всё зарегистрировать. Он в гараже стоял, стоял, как бы он не ездил на нем. И вновь инспектор оформляет выявленное нарушение. Какой документ будете оформлять? Ну, составление постановления о вынесении, значит, административного штрафа за выявленное нарушение. Отметим, многолетняя профилактическая работа инспекторов Гостехнадзора с владельцами внедорожной техники дала конкретные результаты. Происшествий и несчастных случаев с такой техникой в регионе фиксируется меньше. Да и к соблюдению закона владельцы внедорожников относятся ответственней. У нас растёт с каждым годом количество лиц, которые получают допуск к управлению такой техникой. Растут показатели по техническому осмотру. Поэтому можно говорить, что нарушений становится меньше. Тем не менее, в ходе рейда выявляем ещё одного нарушителя. У владельца снегохода нет удостоверения тракториста-машиниста. К тому же самоходная техника не прошла технический осмотр. Я знал, что мне нужно удостоверение, я его зарегистрировал. Но до 150 кубов мне сказали, что не нужно сдавать на права. А на самом деле это надо? На самом деле, да. Более 50 кубов, 50 кубов положено. Регистрировал, мало того. Любое транспортное средство, мототранспортное средство уже подлежит тому, чтобы у человека было право на управление. То есть, так же, как и воздушная подушка, у них своё удостоверение. Так же на любое мототранспортное средство должно быть своё удостоверение. Если это мопед, то это категория B, соответственно, маленькая. Если это внедорожная, то это, соответственно, наше удостоверение тракториста-машиниста, дающее право управлять внедорожным транспортным средством. Если это мото, то значит А1. Если авто, то категория А2. Популярность внедорожной техники в Тверском регионе растёт. Операция «Снегоход» началась 5 января. И за это время только в Конаковском районе в ряду владельцев снегоходов прибыло. С 5 января было поставлено на учёт 9 снегоходов. Это много? Это прилично. Люди всё-таки осознают значимость. Документы должны быть в порядке. Не нарушая закон, люди должны кататься. А чтобы закон не нарушать, владельцы техники должны помнить о главном. Внедорожная техника должна быть зарегистрирована. Должна пройти технический осмотр. Владелец снегохода должен иметь соответствующее удостоверение на право управления. А ещё водитель должен обладать навыками безопасного вождения. Всё вот это совокупности помогает сделать эксплуатацию безопасной и исключить именно возникновение случаев травматизма и возникновение всевозможных происшествий. Что касается результатов этого рейда, то за несколько его часов проверено 32 единицы техники. Выявлено порядка 20 нарушений. Были составлены материалы по выявленным нарушениям. Основные нарушения – это отсутствие документов у владельцев транспортных средств. Но главное в таких рейдах – не наказание, а профилактика. Не устают повторять инспекторы гостехнадзора. Ведь цель масштабных проверок – сохранение жизни и здоровья жителей и гостей региона. Рейды у нас проводятся во всех муниципальных образованиях. Помимо рейдов, которые проводятся в местах непосредственной эксплуатации техники, инспекторы гостехнадзора проводят адресную работу с владельцами, проводят технический осмотр, проводят разъяснительную работу по вопросам регистрации техники, по вопросам получения удостоверения тракториста-машиниста, по вопросам прохождения технического осмотра, ну и оказывают посильную помощь людям, гражданам в решении данных вопросов. Еще раз напоминаем, профилактическая операция «Снегоход» будет проходить всю зиму, до 28 февраля включительно. Соблюдайте закон и отдыхайте без оглядки на инспекторов. Субтитры создавал DimaTorzok